У меня очень хорошая семья. Слава Богу, очень хорошая семья. И было счастливое детство. Это важно для каждого человека, конечно. И старт в моей жизни был очень правильным и счастливым. У меня очень образованные, умные, мудрые, добрые родители. Но, наверное, можно сказать о каком-то существенном, но они совершенно-совершенно-совершенно неверующие. И в семье хорошие отношения были. Но такого принятия, которое мне требовалось как ребенку, может, каждому, я не знаю, может, у каждого своя мера необходимости, потребности в этом принятии есть. Вот она у меня действительно была очень большой. И я не чувствовала этого принятия. И многое в наших отношениях с родителями было нарушено, в общем-то, почти с самого детства. Ну, вот так вот жизнь шла. Все хорошо. Я хорошо училась, быстро соображала. Все, друзья, замечательно. Но потихонечку поиск своего заставил меня искать своих родных где-то еще. И, собственно, в то время это было не так сложно, потому что это еще был конец Советского Союза. И вот это время, когда вот такое деление на черное и белое достаточно было очевидно. То есть были неформальные объединения, были музыканты, рок, какие-то хиппи. Я еще застала вот этот вот самый краешек этого движения. То есть люди ищущие, люди неравнодушные. И я очень быстро поняла, что это моя обстановка, атмосфера. И стала в этом обществе существовать. И мне было комфортно, удобно. Я нашла своих, я нашла тех, кто меня принял, тех, с кем мне было комфортно. И я действительно благодарна этому времени на самом деле. Вот эти песни даже, в которых люди задаются этими вопросами, кто, что, откуда, для чего, в чем смысл жизни, куда мы идем. То есть это все действительно было важно. Но поскольку это путь все-таки неверный, он, конечно, свои плоды тоже дал. То есть какие-то легкие наркотики, алкоголь как норма, в общем-то, жизни. Ну так, это было фоном каким-то. И, конечно, этот фон накапливался, усугублялся, понятное дело. То есть тут, я думаю, что все понимают, как это может быть. Потом я вышла замуж за молодого человека, который закончил военно-морское училище. Мы уехали во Владивосток. Я была не крещённой даже. И бабушка моего мужа, узнав об этом, она такая вот православная, очень такая религиозная женщина, запила как так. И вот произошел вот этот момент. То есть это было причем удивительно. То есть полное погружение. Не так, как это вот сейчас делают, да, вот так вот, ну, в церквях так, чуть-чуть совсем как бы формально. То есть вот священник батюшка, она, я и мой муж и всё, больше никого. Это был долгий-долгий такой серьёзный процесс. И я прямо как-то вот с замиранием сердца понимала, что что-то такое происходит. Но эти семена пока тоже ещё не дали никакого плода. Они только были посеяны. И потом мы расстались с мужем. У меня родился ребёнок в браке, но это не спасло наш брак. Ну, я как-то выживала, старалась. По профессии я дизайнер, и я работала в журналах, занималась вёрсткой. Потихонечку работала, растила ребёночка, познакомилась со вторым мужем. Он был совершенно другим человеком, с другой среды. По-русски, наверное, проще говоря, бандит. Эта романтика мне показалась чем-то таким новым. И такая вот именно сильное мужское плечо, которое нужно каждой женщине. Вот это в наших отношениях было существенным. Но выяснилось потом, что этот человек занимается совсем-совсем неправедными делами, что он связан с торговлей наркотиками. Мужа посадили. Я опять осталась одна с ребёнком. Мужа посадили надолго. И год за годом деструктивные, разрушительные процессы в моей жизни набирали обороты. То есть так называемые лёгкие наркотики, психотропные препараты, какие-то поиски чего-то неизведанного, неведанного, интересненького. Потом в какой-то момент это стало нормой жизни моей. И все лучшие порывы, позывы души, помощь людям, какие-то совместные наши встречи. И они все окрутились вокруг наркотиков. Я с ужасом понимала, что это происходит. Но я не понимала, как из этого выбраться. И уже в тот момент я действительно возопила по-настоящему. Я не знала, к кому я обращаюсь. Но я понимала, что жизнь накатится. И помочь мне мог только Бог. И действительно в моей жизни начали происходить удивительные события. Я начала видеть ауру. Я начала разговаривать с животными. Я прямо видела и понимала всё. И в какой-то момент всё, что я знала и понимала в жизни, оно как по принципу домино. Вот в начале ты эти штучки ставишь, ставишь, ставишь. И потом что-то происходит. И из этого всего образуется прямо какой-то узор сплошной. Я прямо вот всё-всё-всё-всё поняла. И Бог во всех моментах был со мной, направлял меня. Я прямо увидела это своими глазами. То есть это никогда не кто-то рассказывает. А когда это вот действительно сам Бог тебе говорит, это, конечно, такое переживание. И при этом Он показал мне мою ничтожность. В том смысле, что вот эта вот вся внешняя приличная, весёлая обстановка, это было всё пустым мыльным пузырём. И насколько я настоящая, не соответствую тому образу, который себя пытаюсь представить. И я прямо увидела это и приняла это. Это было вот это то самое покаяние, которое меняет мышление человека. Я разговаривала с Богом или я даже не знаю. Ну вот это прямо голос, который был во мне. И этот голос сказал, что мне надо отказаться от кого-то в моей жизни. И я вначале предложила одного человека, с которым у меня были отношения, что я готова отказаться от него, пожертвовать им. И голос сказал, нет. Я тогда предложила ещё более близкого человека, вот моего второго мужа, с которым мы поддерживали отношения, хотя он находился в заключении. И голос сказал мне, нет. И когда я поняла, что кроме меня самой никого не остаётся больше, я поняла, что я могу пожертвовать только собой. И это был очень важный момент, очень серьёзный момент в моей жизни. И я настолько это было серьёзно. Я написала записку о том, что… Ну я подумала, что, наверное, я умру тогда. Что? Ну умру, значит умру. Как бы я готова, если так надо. Ну такое вот такое вот… Это очень серьёзно было, конечно. Я написала записку о том, что если это случилось, то прошу никого не винить. Хотя я не кончала с собой, ничего не делала, естественно. Я просто подумала, что если что-то со мной случится, то никто не виноват, и значит так надо. Я прямо это написала, легла спать, и на следующую ночь меня арестовали. И это было удивительным совпадением. Многие в колонии девочки, с которыми я общалась, они говорят, что они не виноваты, и всё случилось, это совпадение, и меня арестовали случайно, и меня арестовали случайно. Но это была такая случайность. Я благодарю Бога за то, что получилось так, как получилось, потому что это великая милость его стороны. Вот эта случайность так называемая, она предопределила и срок наказания, который был не очень большим, но и не маленьким при этом, таким вот как раз, который мне, видимо, и был нужен для того, чтобы полностью перестроить своё мышление и твёрдо встать на другом пути. Мне было очень действительно тяжело, потому что, ну, поскольку я из хорошей семьи и благополучного такого общества, я не верила в то, что я могу оказаться в заключении. Там ужасно, там всё не так, как можно себе представить. Там очень тесно, грязно, там очень озлобленные люди и фон, вот этот вот фон именно эмоциональный, пойманных зверей, можно сказать, я в таком вот именно, в хорошем смысле, естественно, никаким образом не уничижая достоинство человеческое, но вот именно вот эта вот часть, она прямо как фон присутствовала. И я при этом чувствовала, что, во-первых, я туда попала всё-таки случайно и ненадолго, и не строила отношений с людьми, может быть, я даже и пыталась. Ну, так получилось, что вокруг была очень недоброжелательная атмосфера. Со мной параллельно находилась одна женщина, в которой я потом поняла, что это мой какой-то брат, сестра-близнец, мой антипод своего рода. То есть она почему-то меня так сильно не взлюбила, хотя совершенно непонятно, за что было. И она меня не то чтобы прямо мучила, но она меня мучила, то есть она постоянно меня подставляла, оскорбляла, провоцировала. И этот человек сыграл большую роль в моей судьбе, и Бог таким образом доставал со дна моей души то, что я бы, наверное, даже не догадалась, что оно там есть. То есть через этого человека я благодарна ей, и Света, если ты меня сейчас слышишь, что я думаю о тебе и благословляю Бога за тебя. Благодаря этому человеку, конечно, многое произошло. То есть вплоть до того, что в какой-то момент она пыталась на меня напасть, чтобы ударить. И я просто вот так вот схватилась двумя руками за кровать, и я с удивлением понимала, что мои руки вот так вот схватились, чтобы только ее не ударить. И я понимала, что вот мои руки схватились именно за этого. И я говорила, я люблю тебя. И я понимала, что это просто какая-то сверхъестественная сила через меня говорит. Я недоумевала, за что же, за что же она так меня ненавидит, что ей плохого сделать я лично и не только ничего плохого не делась даже старалась как-то помогать насколько могла и потом у меня просто сложилась цепочка в голове что поскольку я в свое время приняла участие в торговле наркотиками то есть пусть даже пассивно но я приняла это как часть своей жизни она как раз жертва этой самой торговли и я лично виновата в том что она лично сейчас находится вот в этом положении то есть я несу ответственность за за нее и я действительно виновата перед ней и бог в этот момент меня так повел я просто встала перед ней на колени несмотря на то что это мучила меня я просто попросила у нее прощение просто горе прости меня за все и удивительным образом она с таким царственным величием с чего совершенно невозможно было ожидать от человека другого круга она так благосклонно и верно приняла это прощение это был удивительный момент конечно я тот те моменты слава богу спасибо ему огромное что я понимала что со мной происходит что это были не просто какие-то эпизоды моей жизни а вот мое сознание принимала участие в этом я была свидетелем того как бог работал моей жизни ну еще тоже очень так вот со самое может быть такой ключевой момент это покамерный обход православного священника который состоялся первый раз за всю историю следственного изолятора священнику разрешили пройти по камерам он оставил камеры библию при этом никакой литературы никакой библиотеки в камере не было а я как человек все-таки привыкся читать пострадала и мучилась от отсутствия печатного слова то есть у меня был такой голод по чтению это тоже господь конечно так работала именно создав вот эти условия что мне просто была была потребность в том чтобы что-то прочитать и это что-то оказалось словом божьим и когда я открыла библию я могу это сравнить как коридор который возникает между двумя зеркалами вот этот бесконечность в обе стороны вот каждое слово которое читала вызывало во мне вот такой же точный коридор эмоций и чувств я понимал что это все про меня для меня и что их моя жизнь вся существует только для того чтобы вот этот момент состоялся что это кульминационный момент моей жизни и что вся вселенная но на тот момент я так и не поняла кто кто именно за этим стоит что это личность что это живой бог я стала читать слова и начала с псалмов удивительным образом все что происходило вокруг и там и в слове было написано то что происходило со мной то есть то что и о чем я думала и что я чувствовала что я с чем я вызывала я просто видела уже написанному я вначале думаю ну как так этого не может быть хотя как этого не может быть если это вот происходит и это есть и священник пришел второй раз и предложил зачаститься всем присутствующим и я приняла первое в своей жизни причастие это тоже благословенный момент потому что в этот момент я прямо чувствовала что вот эта вот добрая святая воля она просто обнимает меня и что бог так рад и ждал этого и рад что это наконец-то случилось после этого я бросила курить чудным образом просто я открываюсь писание просто вот так вот случайно и одна только строчка видно все остальное как расплывчато это место я потом его нашла но всем известное место исаи 1 глава 13 стих курение мне противно как это так ну то есть вот автор этой книги говорит что курение ему противно потом в коридорах там вот эта надпись не курить не прямо как вот что-то брала вот так вот и наставлял просто на эти слова и они вот так успевать не курить не курить не курить спички ломались сигареты не было ну то есть вот так вот его прямо буквально ну то чтобы заставил но очень очень убедительно объяснил мне что это сделать просто необходимо идет я набралась решимости и порвала и слава богу пять лет уже я свободно от этой привычки и я так счастлива что они курю и даже не писали что это когда-то было я прочитала евангелие первый раз целиком конечно раньше пыталась где-то там когда-то в школе к нам приходили миссионеры и вот лютеранские служения и дома но это все были какие-то обрывочные куски я прочитала евангелие от матфея целиком первый раз и губы сами сложились слово верую я просто произнесла это слово с полным пониманием того что это действительно правда что это все было именно так и что это не просто было что это есть и что каждое слово писание это истина и истина на которой основывается и будет основываться теперь моя жизнь потому что все мои предыдущие поиски это были поиски смысла жизни по большому счету поиски бога на самом деле просто я искала его не там где он есть я искала вот там где его нет вот прошло полгода был суд на суде я уже поняла именно в день суда я поняла что срок будет реальным хотя до этого я не верила в то что у меня посадят под до последнего дня думал что раз так все случайно получилось то наверное меня обязательно должны отпустить но приговор я выслушала с такой гордостью с такой торжественностью как будто меня нобелевскую премию вручили просто помню этот момент я стояла и прямо вот этот приговор для меня был как какое-то высшее благодеяние я сама так немножко от себя удивлялась думаю почему так ну вот вот так вот это восприняла в колонии мой путь складывался очень неоднозначно то есть бог мне обо всем помогал и при этом и такие были взлеты и падения через которые тоже он и очищал мое сердце и показывал мне какова я и какой он хочет меня видеть нам приезжали христиане из разных церквей и проводили очень серьезные беседы серьезные проповеди я стала ходить на эти собрания конечно же то есть меня такая жажда была по слову по общению с христианами по общению с теми кто уже в боге те кто уже твердо стоит в вере и кто может меня направить и наставить я ведь просто испытывала жажду по этому общению и вот это вот внутреннее истинное чувство которое у каждого есть она просто говорила да 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 тебе здесь надо быть это то что для тебя у нас образовалась потихонечку небольшая община то есть и несколько девочек которые так или иначе были с богом или обрели его мы держались вместе мы молились вместе ждали приезда наших учителей обсуждали собрание эта жизнь она продолжалась и то именно фактическая жизнь которая была она была лишь фоном а настоящая жизнь была вот познание бога и познание себя в боге в изучении слова это так интересно это такая вот игра можно сказать только игра в которой ты главной роли и который действительно происходит в жизни после освобождения я собиралась пойти в церковь и первое же первое же воскресенье я уже была на службе причем это был день пятидесятницы что тоже очень так символично и значимо то есть вот это тот первый день когда я пришла на службу и побыла в церкви я состою в тюремном служении сейчас тоже поскольку у нас были близкие дружеские отношения с представителями тюремного служения и мы продолжили наше общение после того как я освободилась буквально сразу же меня пригласили на собрание тюремного служения общегородского и каким-то естественным образом я влилась команду слава богу я понимаю что это моя жизнь мое служение и во многом для этого я и побывала сама в заключении чтобы иметь возможность помочь тем кто находится там понимая всю эту ситуацию изнутри понимаю насколько действительно тяжело находиться там и сохранить какую-то внутреннюю чистоту и убежденность в тех ценностях которые о которых говорит господь папа к сожалению ушел из жизни за это время я очень надеюсь что он примирился с господом мама мама занимает такую двоякую можно сказать позицию на с одной стороны очень очень не помогает и я очень очень и благодарна другой стороны вот это разочарование и обида они до сих пор присутствуют в нашей жизни я молюсь о том чтобы растопить этот лед сейчас чтобы ее уверенность в том что это уже навсегда то что со мной случилось никогда не повторится чтобы ее уверенность в этом крепла взрастала и я понимаю что это можно не словом но делом показать и с сыном я тоже общалась и сейчас он наблюдает за мной смотрит на то как я состою в жизни профессионально смотрит на то каков мой образ жизни я надеюсь что смогу ему делом доказать что христианский образ жизни это именно то что приносит самые ценные плоды жизни каждого человека это жажды истины господь показал мне что он истинно. Я благодарна Господу за то, что Он есть, и за то, что Он есть. За то, что Он есть любовь и милосердие, которое превыше суда. За то, что мы можем следовать этому пути. За то, что все эти устремления, которые есть в сердце человека, они не напрасны и не пусты. Что они имеют реальное воплощение и реальную цель. Что Господь – это цель. За то, что я это твердо знаю. За то знание, которое мне дал Господь о том, что Он есть, и что Он ждет меня, что Он зовет меня к себе, и за то, что Он дает саму жизнь, именно понимание, глубокое понимание этого. За это я больше всего благодарна Господу. Субтитры создавал DimaTorzok